Ух, наконец-то я закончил данное путешествие, ну и вы видите то, что я вон из-за Литвы в броне. Что ж, ну вы, наверное, вообще не понимаете, что сейчас происходит, я просто катаюсь на лошадке. А что же такое вот это вот? Ну, дело всё в том, что это у нас новые структуры. В общем-то, привет, меня зовут Вести, и сегодня мы будем обозревать деревню, которую я построил в Киеве. Ну да, вот так всё просто. Ну что ж, погнали. Итак, первое, что вы заметили, это, ну, наверное, вот этот вот маяк. Ну, дело всё в том, что это птический маяк. Ну, в общем-то, вот так он выглядит. Выполнены абсолютно все структуры в данной деревне у нас из дубовых досок. Ну, в принципе, да. Вот, в общем-то, вот так он выглядит, если вы хотите посмотреть. Всё дело мы будем делать в выживании, чтобы было интересно. Вот, как вы видите, вот такой вот узор, в принципе, ну, не очень красивый, но, в принципе, ладно. Тут у нас встречают вот такие вот борота, которые у нас как раз ведут к вот такой вот лестнице. Да и вот так у нас тут мозг, и я ничего не надею. Да, ладно. В принципе, не важно. В общем-то, лестуны нам не понадобятся. Шлем, в принципе, тоже. Потому что никаких тут гоблинов, как вы видите, не было. Вот, в общем-то, вот такой вот спуск, как вы видите. Вот, очень долгий, да, довольно-таки спуск. Но, смотрите, тут у нас есть вот такие вот подмоски. То есть, это уже новый предмет. Вот, и, получается, смотрите, есть вот, получается, вот такие вот лестнице, которые обтесаны везде. В общем-то, ну, как я и говорил, тут используется дуб и вот такую вот обтесанную древесину. Вот так можно показать. Ну и что ж, добро пожаловать в деревню под названием Пещерная Деревня. Я очень долго старался над этим всем, строил, в принципе, всё понятно. Первое, что я бы хотел подметить, так это вот такие вот лианы, которые абсолютно везде растут. И, в принципе, это понятно, потому что эта деревня уже, как бы, заброшена, можно сказать. Ну и тут встречается довольно-таки много лута. Ведь, это ведь пещерная деревня, правильно? Ну так, встречайте тут алмазы, уголь, железо, золото, лазурь и тому подобное. Ну что ж, погнали. Ну и начнём мы с лестниц. Лестницы у нас выполнены вот в таком стиле. Ну, не на каждой есть вот такие вот лельсы. Ну, и так. Это у нас такой, ну, небольшой домик. Ну, и не считать можно его домиком. Это у нас считается как шахта. Вот, смотрите, мы можем просто подойти под железком. Если у нас, конечно, его нет. Ну, и вы понимаете, то, что вот тут уже не копали миллион лет. Ну, хотя бы, думаю, то, что тут копали где-нибудь сто лет назад. Ну, вот, в общем-то, так и должно быть. В принципе, вот так у нас получается эта шахта. Она довольно-таки глубокая. Посмотрите, тут у нас есть вот такой вот лук, где у нас есть клетки, файлевые. Ну, и вот, впрочем, вот всё. Что вы у нас, ну, как бы, продолжали копать. Ну, они не стали так делать, потому что им было, видимо, лень. Ну, в общем-то, как вы видите, пол у нас выполнен из обтёсанной древесины. Тут у нас есть вот три... Ё-моё. Я уж думал, надо будет надолго. Ну, ладно. В общем-то, есть ещё вот такой вот подзол. Потому что тут нормальный трубник растёт. Ну, если только вот это. Ну, в общем-то, тут у нас, видимо, ещё не достроились. Кстати говоря... Мало того, что тут есть один... Вот одна структура, то есть деревня, пещерная деревня, да, кто-то ещё есть. И ещё одна структура под названием «Забошенная шахта». Ну, и вот, в общем-то... Давайте я просто включу коллектив, потому что, ну... В общем-то, вот такая у нас тут вот заброшенная пещера. Ну, дело в том, что у меня, к сожалению, не было тут пещеры, поэтому я просто покопал вот столько небольших территорий. Кстати, вот лестница. Ну, и тут, понятное дело, будет сундук. Хотя, зачем-то ты глобулюх. Ну, ладно. В общем-то, алмазы, железо, золото. Ну, в принципе, я всё это знаю. Вы просто посмотрите на этот лут. В принципе, как обычный лут. Ну, а мы переходим у нас дальше. Это у нас плавильник. Вот, вы посмотрите. Тут у нас... Ой, ё-мая, я нечаянно. Тут у нас не только... Ммм... Такие дубовые доски. Но ещё есть берёзовые. А также тут вот небольшой декор. Ведь тут не только обтёсанная, и сама дубовая. Вот. Как вы видите, освещение у нас из редстоуновой лампы. Тут у нас, понятное дело, алмазный кирка. Зачёваны на такие хорошие чары. Мы его выкинем, потому что она мне нужна. Тут у нас в сундучке, понятное дело, куча золота. Каменные кирка, железные, топор. Ну, это для древесины. А тут у нас всякие книжечки. Ну, если бы этот данж добавили, то он бы сгенерировался с шансом, ну, очень редко. Прям очень. Потому что тут какие-то вот сумасшедшие рисунки. А вот, собственно, дом. К сожалению, тут только один такой житель, который построил себе хату в пещере. Ну, в принципе, да. Вот, кстати, лестница. Очень даже прикольная, стильная. Да. И опять говорю про лестницу. А вот это у нас совершенно обычный домик, который у нас с тортом и кроватью. Ну, в принципе. Это можно встретить в обычной деревне. И, как вы видите, они стоили бы всё из деревни. Какие плохие мальчики. Что он делает? Ай-яй-яй. Оп. А кто же это? Бэтмен! Неужели. В общем-то, как вы видите, это у нас самый обычный дом, в котором нет ничего. А вот это у нас уже полноценная шахта. Кстати, тут очень много паутины. В принципе, понадобно. Вот тут уголь, лазурит. Это всё, правда, так изгенерировалось. Это всё не я. Да. Вот, смотрите, сколько тут много угля всё-таки. Вот. Ну и вы посмотрите, какая она большая. Вообще, самая огромная. Вот тут небольшие вот такие вот плиты и вот камешки. Ну, для декора, так сказать. Также они придумали самую гениальную технику шахтов в один блок. Смотрите. Дело в том, что тут есть ещё вот такие вот искажённые древесины. Ну, зачем вы спросите? Да, всё дело очень просто. Ведь где-то вот тут вот должна быть... Блин, где? Где-то тут должен быть вот такой вот сундук, где будет вот такой вот лут. В принципе, это очень нелогично, ведь шахты в один блок у нас, ещё реже будет длинироваться, чем кузница. Кстати говоря. Ну и вот, в общем-то, вся пещера. В общем-то, погнали у нас дальше. Кстати, мы летим в один блок. Типа. Типа. Пользово-пользово. В общем-то, такая вот шахта. Да. Ну, тут у нас очень много булыжника. Смотрите. Так как они шахтёры, у них очень-очень много вот этих вот блоков. у них даже фонарь валяется, и уголь стакций. Ну, в общем-то, это у нас тут подзол. И, кстати говоря, тут у нас объемироваться из модных куда и ряда. Очень крутая комната. Всем собитую, потому что тут есть кинпа. Вот. В общем-то, освещение выполнено в стиле редстоуновых ламп. Как я вам показывал. Вот. Так как тут ещё всё не достроено, тут вот встречаются вот такие вот столбы, которые как бы держат эти штуки. Ну, тут как бы достроено, ну, видимо, у меня. Да. Вот такая у нас структура. Как вы думаете, как же она называется? На ответ у нас даётся 5 секунд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Надеюсь, вы поставили лайк. Так. Это явно не та речь. Надеюсь, вы написали комментарий и это у нас библиотека. Очень маленькая. Я думаю, вы ни за что не угадали, то, что это именно библиотека. библиотека. вы могли подумать, то, что это ой, фу, это же обычный домик. Но нет, это библиотека, в которой у нас есть вот такие вот штучки. Тут у нас книга и пиро, и тут у нас книга и пиро, и куча вот, куча вот таких вот штук. Ну, дубовые, древесины. Вот. Древесины. Вот. А это у нас тоже книга и пиро, и узов фула. В принципе, это нам не нужно. Вот у нас есть вот такой склад обтесанной древесины. Да, и, кстати говоря, тут тоже лестница есть. Ой, фу, какая лестница, это ж... Ну, это зверица. Эм, вот, водопад, в принципе, это всё понятно, и переходим к следующей структуре, это у нас самый обычный домик, и у нас видимо этот домик-то, вот, как бы, сказать, ну, как бы, кто рубит дерево, я не помню. Дровосек, точно. Вот, это домик-дровосека, и тут у нас лежит топор, и склад большой, очень большой. Но, вот эта структура очень даже интереснее, ведь на данной структуре нам понадобится топорик, и режим выживания. Смотрите, вот, 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 в этой территории у нас будет закупан кло. Вот. И, смотри, как вы думаете, чем он необычен. Смотрите, и, смотрите, так, ой, смотрите, оп, смотрите, тут дело все в том, что это на самом деле сундук-ловушка, и никакого клада нет. Если бы и был, был бы он необычен. Так что, даже не касайтесь к этому дому. Хапьте-фу на него. Так, вот. Вот у нас тут еще один лопат. Он маленький, как вы видите. А, тут у нас тоже, в принципе, шахта. Е-ей-ей. Блин, ничего не видно. Вот. В общем-то, они не очень, видимо, любят свет в своих шахтах, но ладно. Тут у нас вот такая вот штучка, это у нас плотина. Это, вот, я тут использовал, получается, плиты. Так, я не понял, шо это такое. В общем-то, ступеньки вот такие, ну, в общем-то. видите, тут подмозки даже стоят. Это вообще недостроено все, короче. Это вот у нас хранитель вот этой плотины. Как вы видите, у него достаточно богато живет со своими алмазами, углем, золотыми следками и едой. В принципе, я бы тут положил не нормальную пищу, а вот, в принципе, где. вот такую вот какую-нибудь пищу. А себе вот заберем вот такую штучку. Ну, понятное дело уберем. Вот, в общем-то, ну, в общем-то, все. Сейчас я вам покажу всю деревню. Заходим в режим наблюдателя и просто летим. да. Столько усилий ради такой деревни. Дело все в том, что я эту деревню строил только лишь один, и мне никто не помогал, да, потому что у всех, блин, всякие плеистейшны и телефоны, блин, компьютеров нет. Блин, обидно очень даже. Вот. И они даже не хотят скачать Майнкрафт. Обидно. Ну, вот, в общем-то, такая у нас ущерба. К сожалению, это у нас не 1.17, но ладно. Что ж, я надеюсь, что тебе понравился данный выпуск, ведь я чуть не умер. В общем-то, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok